итак windows 11 стала официально доступна всем желающим почти всем тем кто прошел минимальные требования но можно ли установить windows 11 например на старый ноутбук или компьютер который не проходит эти минимальные требования да можно и сейчас я расскажу вам как без лишней головной боли установить windows 11 буквально в пару кликов на любой компьютер расскажу про 11 главных фишек новый windows и стоит ли вообще обновляться и заморачиваться с этим как же похорошела винда при панае новый дизайн новые анимации красота и давайте договоримся этого прекрасного человека зовут панас панай он греческого происхождения его предки с острова крит поэтому ударение именно такое панас windows 11 преобразилась в духе времени она выглядит свежее современнее и легче чем десятка новые анимации делают ее очень плавной и вообще система получилась приятной появилось много новых фишек про 11 из которых я вам сейчас расскажу но есть одна маленькая ложка дегтя не все могут официально получить это обновление думаю вы в курсе что для установки 11 винды нужно иметь не меньше чем 4 гигабайта оперативной памяти минимум 64 гигабайта накопитель видеокарту с поддержкой direct x12 и процессор intel не ниже восьмого поколения или райзен от md не ниже второго поколения а еще надо обязательно иметь программный или аппаратный модуль шифрования tpm 2.0 есть также требования по материнской плате обязательно поддержка уэфай и секьюр бут большинство ноутбуков и компьютеров собранных в последние несколько лет без проблем проходит эту проверку а с более старыми устройствами вопросы конечно есть например есть у нас вот такой ноутбук msi modern 14 на базе райзен 5 4500 you это новый компьютер с не самым слабым железом по нему он кстати проходит вопросов нет но у него нет аппаратного модуля tpm 2.0 программного на этой версии bios тоже нет мы не обновляли и штатную проверку на windows 11 этот компьютер разумеется не прошел однако это не беда потому что можно скачать небольшую утилиту universal media creation tool на странице создателя в github и она поможет установить любую версию винды на ваш компьютер в том числе и на самые старые буквально в несколько движений скачали открыли файл выбрали windows 11 дальше есть выбор установить в автоматическом режиме или создать например установочный диск или флешку я выбрал и вам советую автоматическая установка в течение 20 минут все устанавливается это конечно зависит от вашего интернет-канала microsoft официально дает возможность устанавливать windows 11 на любой башмак но при этом если ваше железо не соответствует требованиям если нет модуля tpm 2.0 компания отказывается от любой ответственности и ваш компьютер не будет получать обновление тут решайте сами стоит вам обновляться на windows 11 или остаться на десятке windows 10 все еще актуально и будет поддерживаться еще минимум четыре года так что бежать сломя голову и обновляться во что бы то ни стало наверно смысла нет с другой стороны windows 11 действительно выглядит очень современно и вот ее 11 главных новых фишек 1 большое бросающиеся в глаза изменения это конечно же новый док док это по сути меню пуск с быстрым доступом к разным программам только на новый лад он теперь расположен по центру как в mac os такой же элемент системы можно встретить и в ipad us и в chrome us и в каком-то виде есть он даже в android поэтому к такому расположению элементов мы отчасти привыкли и его появление в 11 windows было логичным если вам не нравится док по центру microsoft оставил возможность вернуть старый вид для этого нажимаете правой кнопкой мыши на панели задач внизу выбирайте параметры пролистывайте до пункта поведения панели задач и выбирайте где будет располагаться док по центру или по старинке слева его можно также автоматически скрывать если он вам мешает также тут можно отключить иконку поиска многозадачности виджетов в доке можно закреплять и свои программы но для этого их надо сначала запустить просто перетащить иконку как раньше уже не получится при запуске меню пуск вы получаете доступ к часто используемым и закрепленным программам к последним запущенным приложением и файлам и поиску тут можно закрепить кучу собственных приложений чтобы не захламлять док вот это мне кажется логично из меню пуск можно перейти в настройки выключить или перегрузить компьютер можно сменить пользователя посмотреть все приложения или перейти к поиску вторая интересная фишка тоже касается меню пуск когда вы его запускаете в нижней части там где ваша иконка и меню выключения больше ничего нет а сюда можно кое-что добавить идем в настройки персонализация пуск папки и уже тут выбираем что хотим видеть в нижней части меню пуск можно добавить стандартные папки вроде фото или музыки можно добавить настройку сети и даже персональную папку а можно все убрать если вы адепт минимализма третье это панель виджетов иконка запуска этой панели тоже есть по умолчанию в доки виджеты тут пока только фирменные от microsoft есть погода акции календарь почта футболу фотографии так далее чуть позже должны появиться и сторонние виджеты правда это не точно ниже под ними автоматически генерируются ленты новостей если вы видите кучу странных статьи от изданий которые вы вообще не читаете то ленту можно адаптировать для этого нажмите добавить виджеты и в появившемся меню выберите пункт персонализировать свои интересы идея вроде бы интересные вы можете добавить кучу полезных виджетов время погоду вы можете добавить новости которые вам интересны но такое ощущение что как обычно люди пару раз откроет эту панель с виджетами и благополучно забудут навсегда 4 новая фишка windows 11 это меню быстрого доступа или шторка настройка как в android или ios если нажать на иконку громкости вай-фай или питание откроется быстрое меню здесь можно подключиться к вай-фай включить и выключить bluetooth можно управлять актуальным плеером spotify например можно включить режим фокусировки сделать тише или громче и так далее меню можно настроить под себя достать что вам нужно или убрать то что наоборот не нужно в целом стало очень похоже на то как это сделано в mac os и на то как это сделано в android большинству из нас такие шторки меню уже давно знакомы и в общем то удобны номер пять это обновление темы в системе предустановлено несколько тем с фирменными обоями думаю вот эту обоину видели уже все некоторые из них динамические цвет обоев и системы будут меняться в зависимости от времени суток некоторые просто статично меняют все оформление системы под цвет темы были и windows 10 но сейчас они немного изменились появились динамические и изменилось общее оформление стиля иконок и анимаций в целом тема теперь больше влияет на общий вид системы шестым пунктом обновлений идет многозадачность тут microsoft поработали хорошо теперь же можно не просто запустить пару программ вместе можно просто поднести указатель кнопки разворачивания окна и система предложит вам готовые сетки для приложений можно одновременно разворачивать до 4 приложений в разной ориентации вы можете быстро переключаться между обычными окнами и готовыми развернутыми сетками программ они будут доступны в доке в виде готовой группы таким образом можно быстро запускать готовые окна с двумя или тремя программами и быстро между ними переключаться можно их запускать в виде квадратов или в виде трех вертикальных окон а когда вы запускаете два окна можно менять их размер просто перетаскивая ползунок вправо или влево примерно так же как это сделано в ipad us в общем стало очень удобно седьмое большое изменение это рабочие столы создавать несколько рабочих столов можно было еще в windows 10 но в 11 винде эту возможность тоже прокачали при нажатии иконки многозадачности в доке вы видите все запущенные приложения и активные рабочие столы кстати вызвать многозадачность можно и свайпом тремя пальцами вверх по тачпаду после запуска вы видите все ваши рабочие столы можете добавить еще один можете удалить и лишний на каждом рабочем столе свое пространство со своими запущенными программами на одном например можно запустить photoshop и другие графические программы на другом игры на третьем рабочие документы рабочие столы можно переименовывать можно менять местами то есть менять их порядок и можно задавать им собственные обои чтобы было удобнее ориентироваться в общем здесь тоже однозначно стало удобнее восьмая фишка это новый проводник он немного изменился в дизайне изменились иконки их положение количество системные иконки папок вроде видео или музыка стали вообще цветными обновились и значки дисков и подключенных устройств в духе всей новой системы проводник стал немного округлым таким bio без острых углов изменилось контекстное меню которое вызывается правой кнопкой мыши тут по логике microsoft теперь только самые часто используемые команды однако есть выбрать пункт показать дополнительные параметры если нажать на него то вы увидите классическое контекстное меню как раньше некоторые новые владельцы windows 11 немножко переживают по поводу нового классического отображения списком который оставляет большой зазор между файлами и папками это очевидно сделано под планшета и сенсорное управление чтобы вы точно попадали куда нужно если вам такой внешний вид тоже не нравится то можно просто выбрать в настройках компактное представление это сделать список таким же каким мы привыкли видеть его и windows 10 девятое что надо отметить новое меню настроек больше нет главного экрана с плитками основных функций при запуске настроек вы сразу попадаете в вертикальное меню с поиском и основными пунктами главное меню сильно упростили сделали более логичным с цветными иконками это хорошо но как только вам надо найти что-то специфическое вы все равно проваливаетесь в сотни подпунктов и не всегда понятно где и что искать с первого раза более того вы все еще будете встречаться со старым интерфейсом из 90-х увы microsoft так и не ушли от старого дизайна кое-где в настройках привет windows xp расчет тут очень простой большинство людей просто не доходит до этих настроек а те кто доходит ну у вас единицы вы терпите собственно десятое нововведение это новые hotkey или сочетание клавиш которые открывают разные приложения совершают действия например windows плюс w открывает панель виджетов windows плюс английская буква и запускает шторку быстрых настроек где можно подключиться к сети или изменить громкость и яркость windows плюс n открывает уведомления и календарь windows плюс z открывает настройки многооконного отображения программ когда вы в этих программах находитесь наконец windows плюс c теперь открывает не картану умного помощника а microsoft teams который теперь из коробки интегрирован в систему и используется как нативный мессенджер ну и все старые шорткаты разумеется тоже работают windows плюс s поиск windows плюс ай запуск настроек так далее вообще если вы не пользуетесь шорткатами найдите какой-нибудь ресурс где вы посмотрите все самые популярные это сильно упростит вам жизнь и наконец 11 это новый магазин приложений microsoft store он сильно обновился и видно что microsoft хочет его продвинуть заставить производителей софта размещать здесь свои программы для этого не сделали ход конем и будут размещать у себя android приложения вы сможете запускать из-под windows любые приложения что найдете в microsoft store приложения разумеется берутся не из воздуха и не из google play маркета а из amazon app store это тоже такой фирменный магазин приложений но от amazon и он совсем не адаптирован под наши страны под русскоязычные страны и яндекс карты вы там конечно же не скачаете вообще количество разных приложений тут сильно уступает play market но зато вы сможете запускать инстаграм на своем ноутбуке и не просто запускать а даже постить изображение и видео доступно это будет только в следующем году и вообще очень много вещей заявленных и тех что логично было бы добавить microsoft будет добавлять постепенно а windows 11 кажется далеко не последнее номерное обновление есть ощущение что каждый год-два нам теперь будут выкатывать мажорные обновления и кстати обратите внимание что microsoft постепенно интегрирует среду xbox windows постепенно xbox перестанет быть только железкой но станет еще и какой-то онлайн платформой сейчас уже можно купить подписку xbox game pass и наслаждаться играми в том числе и на компьютерах с windows 10 11 конечно это далеко не все новшества и гораздо больше но из видимых из тех что бросаются в глаза это самые основные и на основе этого небольшого обзора вы сможете сделать для себя какой-то вывод стоит ли вам обновляться или нет по производительности разницы между windows 10 и 11 я не заметил мы прогнали пару тестов корона 1.3 geekbench 5 и heaven на том самом msi modern 14 который я показывал в начале он работает на базе ryzen 5 4500 u с графикой radeon и у него 8 гигабайт оперативки и разница оказалась в принципе на уровне погрешности конечно такой результат будет только на относительно новых машинах запасом оперативки и производительности на совсем старых компьютерах с небольшим количеством оперативки windows 11 будет более прожорливой поэтому у нее собственно и требования выше стоит ли ставить windows 11 сейчас если ваш компьютер подходит по требованию если вы можете сделать это через центр обновлений то однозначно да система стала свежее приятнее легче работает очень стабильно появилось несколько новых фишек про которые я вам только что и рассказал но на старые компьютеры с очень старым железом я бы ставить windows 11 не рекомендовал покупать новый компьютер только ради 11 винды я бы тоже не стал потому что ваш пользовательский опыт кардинально не изменится ну а если вы хотите установить windows 11 во что бы то ни стало но ваш компьютер не подходит по требованию ставьте утилиту universal media creation tool про которую я говорил в начале ссылка есть в описании она простая очень удобная и поможет вам установить операционку на ваш компьютер если вам понравилось это видео не забудьте поставить ваш скромный лайк и обязательно подписаться на канал потому что в ближайшее время будет парочка интересных обзоров ноутбука в том числе и msi modern 14 которые я вам сегодня показывал это зерока увидимся уже очень скоро